Привет, друзья! Приветствую вас на канале Просто Лина! И сегодня я хочу сделать для вас весенний обзор своих комнатных растений в апреле. Они сейчас пышут здоровьем, двинулись просто бешеным темпом расти, почувствовали вот эту вот весеннюю энергию. И, конечно же, я хочу вам их показать, какая у меня сейчас коллекция. Покажу я вам не все растюшки свои, есть еще у меня растения, которые находятся на укоренении, либо недавно прибывшие, которые еще карантинят. Поэтому покажу вам сегодня свою красоту, не судите строго. Давайте посмотрим вместе. Так, моя красавица Монстера. Это буквально череночек, который я купила за 30 гривен, копеечное растение. Оно появилось у меня с октября прошлого года, сейчас апрель, и посмотрите, какой молодой, сочный лист. Эта растюшка мне выпустила. Посмотрите только, какими красками он играет, весь блестит, сочный, здоровый. Насколько он меня радует, этот листик уже где-то дней 5 разворачивается до такого вот состояния, в котором видите вы сейчас. Ну, до конца он еще тяжело разворачивался. Я как раз хотела заснять этот момент, когда он во всей красе. Мне кажется, это сейчас. Я просто обожаю эту Монстеру. Очень хочу себе альбу варегатную с белыми варегатностями. Но пока что у меня вот такая вот представительница, не менее любимая. Очень красивенькая. Очень мне нравится, как смотрятся растения в белых горшках. Вот сочетание такого сочного зеленого и белого. Ну, такое, знаете, свежесть. Свежесть его дает. Весна чувствуется. Ну что же, это моя Монстера. Подвину ее сюда, красоточку. Дальше хочу вам, дальше хочу показать вам свою королевскую гераньку. Вот такой вот у меня кустик. Он совсем молодой. Буквально ему 2-3 месяца от момента укоренения. Потому что материнский куст совсем уже подвытянулся. Страшный стал. Декоративность потерял. Я переукоренила. И теперь у меня такая вот королевская геранька. Цветет темно-бордовым. Сочные. Какие молодые побеги. Итак, я считаю, что в каждом доме должен быть алое. Потому что это просто кладит энергетики полезной. Многие заболевания он лечит. В общем, замечательное растение. Каланские новинки это хорошо. Ну и хорошо проверенная классика. Это тоже замечательно. Поэтому один алое. Когда появляются детки, я их как излишки продаю. Но один экземпляр всегда для себя держу. Также хочу показать свое одно из любимейших растений. Это вот такой вот замечательный фикус кинки. Я его обожаю. Постоянно формирую его деревцем. Обрезаю, переукореняю. Куст у меня вот такого вот размера. Если сравнить с геранью, то достаточно большой. Но молодой. Появилось у меня это деревце 1 августа в том году. Я хорошо помню этот день. Потому что я очень хотела фикус. Купила сразу себе 4 вида. У женщины цветовода. И очень рада, что он у меня появился. Вот такой вот красавчик. Дальше покажу вам растения, которые собственно растут у меня на таких самодельных стеллажах. Тумбочках. И дальше растения у меня собственно располагаются уже на пианино. Вот вся картина выглядит моя с растениями. Примерно как бы так все вам захватить. Вот так вот. Каватея арбифолия. Моя любимица. Я покупала ее большим кустом. Уже рассадила. Детка-детка. Хорошо себя чувствует. Растет. Кая вот собственно Каватея арбифолия. У меня есть в коллекции. Думаю, что летом. Надеюсь, что она должна не сушить листья. Посмотрю, как есть с нашей влазной журнностью. Вот она пустила две детки с корешка. Вот такой вот кустик у меня в коллекции. Также я уже отделила деточку от нее. Вот такой вот прекрасный кустик. Детка крепкая. На три листика. Отделила. Так как в одном горшочке было бы тесно. Разделила на два. Я решила пусть укореняется. Когда хорошо укоренится, пусть будет экземплярчик для обмена с кем-то. Растениями. Это такое лишним не будет. Дальше хочу показать вам Строманту. Триколор Триастар. Это одна из последних моих новинок. Видео есть на моем канале. Я все растения составляю сюда, так как солнце ярко светит. Вот такой вот вазончик у меня. Красотка. Очень красивая у нее варьегатность. Здесь в кустике сидит две деточки. И вот распускается трубочка. Я ее взяла с магазина с трубочкой. И она по чуть-чуть, по чуть-чуть растет. Я ее не пересаживала, ничего с ней не делала. Корневая здесь шикарная. Вот такая вот у меня Строманта Триастар. Буду все растения спускать и показывать вам вот так вот детально, что у меня и как. Вот такая вот у меня красотка Каватея Сильвия. Я ее обожаю. Это одна из моих фаворитов. Пока что сортовка Латей. Она тоже пускает деточку. Тут какой-то подсушенный. Вижу, нужно его удалить. Она с ним приехала. Посмотрите только на эти листья. Какая красота. Я же говорю, не зря она мой фаворит. Она мне очень нравится. И распускает, посмотрите, новую трубочку. Очень классно. Я ее обожаю. Если что, то я ее обожаю. Не все растения, которые ко мне попадают, я люблю насколько сильно, как ее. Итак, вот такая вот Каватея Люберса. У меня появилась недавно. Здесь были очень крепкие корешки. Корневая система. Я сразу поделила ее в отдельные стаканчики. Свой кустик, который приобрела. Чтобы было пространство. Чтобы разрасталось. И вообще все растения я стараюсь после покупки. Месяц подержать. А потом поделить для того, чтобы было пространство. Растением разрастаться. Да и чтобы перестраховаться. Вдруг какое-то растение начнет болеть. Либо что-то пойдет не так. Чтобы экземплярчик не остался. Такая у меня хитрая схема. Делю, да. Не вставляю большими кусты. Делю. Также хочу вам показать свою хамадорею. Пальму. Обожаю это растение. Неприхотливое. Красивое. Посмотрите на эти ваи молодые. Которые оно пускает. Такая декоративность у него высокая. У этого растения. Но проще простого не бывает. Ухаживать за этой пальмочкой хамадореей. Вот посмотрите какой куст. Ну как может не украсить. Любой стеллаж, дом. В общем, пальму хамадорею я люблю. Вот такой вот пышный у меня кустик. Еще много деток у кореняшек. Которые я рассаживаю. Это мое топ растение. Если у вас нет времени зачем-то ухаживать. Просто сенсивьерия. Просто сенсивьерия, хамадорея. Вот денежное дерево, красуы. Вам в помощь. Каватея лица. Моя красотка. Посмотрите. Она пустила детку. Вот недавно. И уже развернула на ней два листика. Попортила немного листья Каватея. После клеща. Как видите. Но молодая детка. И вот этот вот листик она раскрутила. Вот он. Здоровенькие, красивые. Поэтому Каватея лица. И дальше живет в моей коллекции. Избавляться я от нее не хочу. Живет, радует. Клеща поборола. Значит будет все у нее нормально. Такая же история у меня с Каватеей Луизой. Посмотрите. Она раскрыла новый листик. И здесь еще один разворачивается. То есть это новый кустик самостоятельный. Детка. А весь старый, как видите, просто страшилище. Это все клещ. Клещ. Это вот такая живность, которая очень любит Каватеи. Нужно за этим следить. Но куст я не потеряла. Вот у меня такая Луизочка растет. Я думаю, к осени они уже будут вместе с лицами пышными кустиками. Так. Дальше у меня на стеллажике растет какой-то цитрус. Я не знаю точно, что это. Тут два варианта. Это либо мандарин, либо апельсин. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Если вы тоже сеете, подкидываете к себе в горшочке. И знаете точно, что это. Угадайте по листикам. Если вы точно по листикам знаете, что это. Подскажите мне, пожалуйста, в комментариях. Потому что я знаю, что это просто какой-то у меня цитрус. Я его ращу для себя. Хочу. Было такое декоративное деревце. Такая вот Каватеюшка у меня. Я все-таки определилась, что это сорт Литл Принцесс. Несмотря на то, что листья достаточно темные. Но они темнеются временем. А вот здесь вот светленькие. Вот такая вот Каватейка. Литл Принцесс. Не буду лишний раз говорить, что я ее люблю. Потому что Каватей и Марантовые. Я их правду обожаю. Дальше. Вот такая вот Каватейя Зибрина. Много у меня Каватей. Поэтому большинство растений это Каватей. Но не все далеко. Смотрите. Зибрина. Вся пышет здоровьем. Несмотря на то, что я ее купила тоже не так давно. Никакой адаптации у нее болезненной не было. Посушила один листик. И на этом все. Распускает новую трубочку. Я вот смотрю на них, знаете, и даже через камеру испытываю моральное удовольствие. Сколько в природе всего прекрасного. Хочется буквально все растения собрать у себя дома, вырастить. Я думаю, что вы знаете, что процесс это достаточно трудоемкий, финансово затратный. Это все нужно время. Но это того стоит. Это такое благодатное занятие, что просто. Дальше у меня моя орхидейка. Сейчас покажу вам ее цветение. Вот такая вот. Это первая пока что моя орхидея. Подарила мне ее мама на день рождения. Посмотрите, какая красавица. Я пока даже не знаю, как с ней мириться. Что делать, как ухаживать. Как ухаживать вот эти пересадки. Это для меня все в новинку. Так как говорю, она у меня первая, единственная. Но, надеюсь, не последняя. Я собираюсь себе покупать. И дальше какие-то орхидеи в коллекцию. Посмотрите, она все раскрывает. И раскрывают бутоны. И с этой стороны они вот только-только раскрылись. И просто еще блестят даже на солнышке. Просто свеженькие. Красивенькие. Вот такая вот у меня орхидейка. Изюминка моя радость в коллекции. Дальше покажу вам свою традесканцию розовую. Здесь какая-то дырочка в листике. Это у меня кот. Это все у меня шалит кот. Традесканция тоже очень молоденькое растение. Я покупала ее вместе с синглониумом. Покажу, в каком состоянии синглониум у меня страдалец. Но традесканция держится хорошо. До чего неприхотливое растение. Главное не переливать, в принципе. Насколько красиво, эффектно смотрится. Много всяких сортов. Хочу-хочу себе еще. Калатейка Руфи Барба. Грин. Пускай деточку. Я пообрезала листья, которые она там подсушивала, с которыми приехала ко мне. И сейчас она все пускает. Новые-новые, как видите, салатнивые деточки. Такой листик у нее лохматенький. Калатейка Руфи Барба. Вот такая вот у меня Ктенанта. Это Ктенанта Бурли Марс. У меня два горшочка. Я ее покупала манюсенькими. Манюсенькие кустики ко мне и приехали. Я сразу разделила. Как я вам уже говорила, у меня стратегия со всеми растениями. Такая маленькая, большими. Маленькими растениями, большими. У меня одна стратегия после покупки. Я их сразу делю на несколько горшочков. Чтобы оставить себе вид рук. С каким-то из них что-то подойдет не так. Всякое бывает. В общем, вот детка. Чувствует себя хорошо. И на этой вот Ктенанточке тоже. Листика распускается. Так что я за них спокойна. Дальше у меня на стеллаже стоит Маранта Триковор. Это моя любовь. С нее у меня началась вообще вся история и с Марантовыми и Калатеями. Когда увидела вот это растение, я поняла, что я без него не могу. Действительно очень красивая. Что немаловажное для Калатей, очень неприхотливая. У меня с ним как-то сдружилось, повелось. И вот такой вот кустик у меня уже есть. Хотя это растение, которое я вам показываю. Я их собираю совсем недавно. Буквально с осени. Вот август месяц, когда фикусы я первая привезла. Это мои первые растения. Вот все растения абсолютно, которые я вам показываю. Это мои растения с августа. Чтобы вы понимали. Нет у меня каких-то острожилов, кустов, которые я ращу по несколько лет. Окрас коллекции. Это все мои свеженькие растения, купленные из черенков. И вот так вот они выросли до апреля 2021 года. С августа 2020. Так как я достаточно часто переезжала. И вот с августа только обжилась снова своими любимыми растюшками. С которыми мне однажды пришлось расстаться. Вот мой плачевный страдали сингониум. Который, я вам скажу, сейчас уже пышет здоровьем. По сравнению с тем, с какого состояния я его вычухивала. Он приехал вообще малышом. И очень долго адаптировался. Почти засох без признаков жизни. Потом вроде бы как оклыгал. Потом пришел мой кот. И его бесщадно просто грыз, ел. Ссылочка будет сверху. Как у меня кот нашалил. И в общем, я его снова вычухиваю. Пересадила в другой грунт. Горшочек. Сверху тут немножко моха, чтобы влажность задерживалась. Мне кажется, что есть такое количество моха, конечно, у меня. Что это больше декоративную функцию. Вспомняю. Ну, в общем, подбадриваю его морально. И вот выпустил новый листик. И еще раз пускает вот еще один там лист. Надо как-то прокрутить с какой-то стороны. Вот видите, вот тут вот он. Листик. Это первый мой сингониум. Я очень хочу увидеть, как он пышет здоровьем. И вырастет огромным кустом. Моя каватея Крымсон. Посмотрите, какую трубочку разворачивает. Ну, не красотка ли? Эти спирали, они меня просто завораживают. Просто. Я ее пересадила. Горшочек побольше. Она приезжала вообще в таком манюсеньком. Горшочки даже не знала, что такие существуют. Просто. Рюмочка такая. Манюсенькая. И вот сейчас каватея Крымсон вот так вот меня радует. Очень хочу себе еще один вид каватеи Анжела. Похожа расцветка на Сильвию, на Крымсон. Тоже Розе Пикта. Надеюсь, появится она у меня. Я с вами тоже поделюсь этой красоткой. Дальше. Вот такая вот Кенанта Пингейма. Думаю, у многих есть это растение. Это просто супер неприхотливое растение, которому, мне кажется, не нужно ничего, кроме воды. Просто. Она, да, у меня стоит под досветкой. Вообще весь стиваж у меня досвечивается ночью. Не без этого. Но она очень неприхотливая. Это Кенанта. Пускала уже много деток. Я их убрала с куста, чтобы было место. Не люблю загущать растение. И вот здесь, когда я пересаживаю это растение, буквально неделю назад, я увидела, что там уже на корнях три детки. То есть бешеный. Это просто очень красивые листья. Неприхотливая. Не сушит. Хорошая девочка. Послушная. Послушная моя ты девочка. Мозаичная каватейка. Нетворк. С такими вот замечательными листьями. Новая вот распускает. Вообще не портит. Старая, с которыми приехала, отсушивает. Частая история для каватей, так сказать. Тоже один из самых неприхотливых сортов каватей. Дальше покажу растения, которые у меня есть. Ну, как бы, они меня еще не сильно радуют. Радовать нечем. Это вот у меня диффенбахия. Которая у меня приехала вот этим пенечком. И она растет. Что я могу сказать вам? Там еще никакой декоративности я не вижу. Но это растение у меня есть. Также каватейка доти. У меня здесь, видите, две деленочки по одному листику. Что-то тут пытаются, растут. Буду смотреть. Буду смотреть. Также у меня два кустика фасады. На каком-то испытательном строке. Я все-таки думаю, что до осени должны они окрепнутся. Теплое время года. Солнышка будет много. Вот один кустик фасады. Вот второй побольше. Пускает вот две стрелочки свои. Но очень долго уже раскручивает. Может листики здесь будут какие-то побольше. Не знаю. До этого манюсенькие распускал. Всеверхние что-то, видите, в каком страшном состоянии. В общем, фасциата болеет у меня. Шалит. И в ансифолии. Тоже состояние не айс. Мучается бедняха. Но опять же, детку пускает. Корни пересадила в такой стаканчик. Специально все пересадила. Да, это может не очень симпатично. Похуже, чем в горшке выглядит. Но зато видно хорошо корневую. Я посмотрела, что вот и фасаты, и лансифолия. Корни классные. Адаптируется. Листья нарастит. У кого-то главная все-таки корневая система. Это вот мое денежное дерево. Моя радость. Это что-то из жанра растения копеечное. А радости просто с чем-то. Насколько я люблю эту красаву. Я ее просто обожаю. Посмотрите просто на нее. Обожаемое мое растение. Сформирована она таким деревцем, бонсаем. Замечательно выглядит. Никогда меня не подводила, не болела. Хорошо растет. Я своим органическим полиролем во время от времени ее мою, опрыскиваю. Как видите, красноватые сейчас. Немножко листики. Надо найти время и побабывать ее. Вот такая вот у меня сансочка. Обычная сортовая хани. Часто у всех она бывает. Среднерослая. По классике жанра досталась мне малюткой, но разрослась уже просто как корона. Ох, тяжеленькая, тяжеленькая. Посмотрите, какая царевна выросла. Смотрите, что у нее тут внутри творится. Она здесь все распускает и распускает. Сансон неприхотливая. Сансон неприхотливая. Радует меня, надеюсь, пополнится сестричками. Кроме денежного дерева, моего любимчика, покажу вам еще фикусы. Свои два, которые я садила в такое вот временное кашпо. У меня здесь два сорта фикуса Бенджамина. Голден Кинг с такими вот белыми варигатностями на листях и темно-зеленый, обычный. Я их садила в такое вот временное кашпо, чтобы они прижились, переплелись между собой. Вот мне так. Захотелось мне так, чтобы была вот такая вот композиция с контрастных листиков. Поэтому, да, фикус вот такой вот у меня тоже есть. И, наверное, последними своими растюхами хочу похвастаться. Это мой флорариум. Видео было у меня уже на канале. Показываю, как его делала. Коллизия у меня здесь уже вымахала. Просто вылезла из этого флорариума. Кактусы все растут хорошо. Верхушечки позеленели. Все у него хорошо. Радует. Любуюсь. Примула. Красавица. Цветет. Еще с праздником меня радует. Этой стороной лучше не крутить, я вижу. Земля посыпалась. Вай-вай-вай. Некрасиво. Весенние красочки. И мой любимый кактус. Сын оборвал с него глазки, которыми я его декорировала. Знаете, это даже к лучшему, так как он так вымахал. Как видите, зеленая совсем у него верхушка, что эти глазки были где-то у него здесь на животе. В общем, кактус мой здесь уже вырос, и он огромный. если сравнить его с флорариумом, например, то мой кактус больше, чем флорариум. Вот так хочу его поправить. Вот так вот у меня, собственно, живет композиция из этих трех растюшек. Так что сейчас вам покажу обзор на уже все, как у меня это живет. Я здесь половину составила на пол. поэтому все выглядит вот так вот. «Музыка» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ставьте, пожалуйста, пальчик вверх Если вам понравилось это видео Пишите комментарии Всегда с радостью на них отвечаю Это такая наша взаимообмен энергии Будьте здоровы, всем благ вам Пока-пока, до новых встреч!